Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол Павел пишет, Дела плохие известны, Они суть, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, растры, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающий так Царствие Божие не наследует. Апостол говорит здесь о плоти не как о теле, о телесности человека, а о земных и неизменных помыслах и делах его. О плоти той части души, которая связывает нас со грехом и со смертью. Поэтому он возбуждает страх, говоря, поступающий так Царствие Божие не наследует. И нет разницы между творящими, к примеру, блуд в различных его проявлениях и между убийством, воровством и даже обычным у нас пьянством, завистью и гневом. Это все перечисление способов самоубийства человека. То есть результат будет один и тот же. И пусть не обольщаются пьяницы, воры, завистники, гневливые и прочие бесчинники, что они чем-то лучше прочих блудников, в том числе и нетрадиционной направленности. Это они здесь, в этой жизни, в том числе и в местах заключения, считают себя выше, правильнее, даже слово придумали, вор в законе, законные какие-то вдруг стали. А в вечности они окажутся рядом, можно сказать, в тесном контакте с этими людьми и разделят их участь в вечной смерти и страданиях. Апостол в первом послании к Орифинам именно об этом и говорит, расширяя список тех, которых в жизнь вечную местной не будет. Он говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. Обратите внимание, что здесь они все, и мужеложники, и воры, и пьяницы, и прочие, стоящие запятую, как близкие друг к другу люди, по сути, братья во грехе. Апостол своими словами возбуждает страх, но тут же, строчка ниже, он обнадеживает, перечисляя антиподы дел плоти, дела духа, и дает прямую рекомендацию, как избежать страшной участи и наследовать радостную и вечную жизнь в Царстве Божьем. Плот же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, тротость, воздержание. Над таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. «Братья, если их падет человек в кое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковаго в духе кротости, наблюдая каждой за собою, чтобы не быть искушенным». То есть апостол не советует нам следить за грехами окружающих и вразумлять их дневными проповедями и угрозами кары Божией, а говорит, чтобы мы наблюдали прежде всего за собой. «Видя согрешение ближнего, в духе кротости и трезвого отношения к самому себе и своим страстям, болезням, сами бы уклонялись от греха и своим примером, любовью к образам Божьим в каждом человеке, с терпением и кротостью исправляли такого человека. «Стяжи, дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся», в то ли апостолу Павлу преподобный Сирахим Саровский. «Не обличай, не пугай, не поучай, а вспомни, кем ты сам был еще недавно и кто ты есть сегодня на самом деле. Тебя Господь покарал за твои делишки? Почему же ты все еще жив? Жив, потому что Господь тебя прощает и долго терпит. Почему же ты дерзаешь судить и оскорблять своих близких, которые в тебе не видят никакого исправления, но очень хорошо помнить все твои прошлые проделки? Они буквально в шоке находятся от того, что еще недавно ты на их глазах пускался во все тяжкие, а сегодня, походив в храм несколько раз, сходив на исповедь, не раз причастлившись, ты со стервенением, придя из храма, корчишь себя праведностью великую, набрасываешься на них, с гневными обличениями, требуя справедливости и угрожаешь вечными мучениями. А с тобой по справедливости поступил Господь? Не же, ты все еще жив, и это несправедливо, это по любви. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, говорит апостол. Сам для начала встань на путь исправления, а после помоги ближнему. Та же, как и ты болеющему смертельными заболеваниями, понеси тяжесть его болезни. Научись для начала отделять грех, болезнь, от грешника, больного человека. Та же, как ты это делаешь с собой. Большинство из нас четко отделяет себя от хорошего, то есть я хороший, от дурных дел, которые мы не хотим делать, но постоянно делаем. Я хороший, а мои дела – это не мое, это моя болезнь, и я хочу выздороветь. Именно для этого мы приходим в храм на исправить и причащаемся к телу и крови Христовы. То же самое и у любого другого человека. Отделить человека от его болезни и греха, возненавить грех, а не человека больного грехом. Увидь и возненавить этот грех в себе, наблюдая каждый за собою, по словам апостола. Не создавая у людей образ православной христианки, как злобной бабы-яги, которая готова всех посадить на лопату и бросить в печь, в геену огненную. Это мы часто наблюдаем, особенно у пожилых наших христианок, которые еще вчера сняли комсоморские значки, а сегодня они уже великие праведницы. Бог и Церковь этому не учат. Не осуждай и не насмехайся над ближними, не запугивай, а помоги, поддержи, а если нет сил на доброе, то хотя бы потерпи, немощь ближнего, помолчи. То есть просто закрой рот и выброси ключ подальше, чтобы его не найти. И помолись за себя и за ближнего своего. И таким образом исполните закон Христов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok